Впервые советские МИГи проникли в воздушное пространство Британии. Их сопровождают английские истребители Торнадо. В августе 1988 года, показав невиданный прежде высший пилотаж, на английский аэродром Фарнборо приземлились истребители МиГ-29. Это было первое в истории появление советской военной техники на международном салоне. Для западных специалистов стало открытием, что МИГи обладают невероятной маневренностью и могут без дозаправки пролететь половину Европы. Методика подготовки к этим авиасалонам и методика выполнения демонстрационных полетов, она очень сильно отличалась от серийной работы, скажем так. Это была в самом высшем смысле испытательная, сложнейшая, опытная работа. Это был прорыв в очень большом-большом количестве технических, организационных, психологических моментах. За месяц до триумфа МИГа в Фарнборо мир потрясла одна из самых страшных катастроф на авиашоу. В ФРГ на базе Рамштайн три самолета итальянской группы Фречи Триколори врезались в толпу зрителей, унеся жизни 70 человек. Страны Европы срочно ввели жесткие ограничения на показательные полеты. В 88-м году, соблюдая строжайшие правила безопасности Фарнборо, наши летчики сумели удивить авиационный мир. Колокол, маневры на малых скоростях, изумляли возможностями истребителей и мастерством пилотов. Я говорю, колокол, когда самолет выходит на закритический угол атаки, теряет скорость до нуля, и при этом, что очень важно, он это делает абсолютно управляемо, на малой высоте. Вот если мы в каждой божьей тренировке на глазах всего мира это делали, и в каждом божьем авиашоу, и делали это годами, десятилетиями, то никакие американцы, никакие европейцы, то как не делали, так и не делали. Появление новых конкурентов обострило соперничество в воздухе. Москва. 5 мая 1989 года. Циркулярное письмо директору Летно-исследовательского института имени Громова Константину Васильченко. Для служебного пользования. По имеющимся данным, американская пилотажная группа «Голубые ангелы» собирается продемонстрировать кобру Бугачева на самолете F-18. Срочно изыщите возможности усложнить программу показательных полетов летчиков-испытателей вашего института на международных выставках и авиационных показах за рубежами СССР. Председатель комитета по военно-промышленным вопросам при Совете Министров СССР Юрий Маслюков. Следующее выступление советских летчиков должно было состояться в начале лета 89-го года в Лебурже. И счастье, как вы уже знаете, открытие салона в Бурже было омрачено аварией советского истребителя МИЗ-21. Летчик делал все, чтобы спасти самолет, статаплицировавшись в последний момент. И вот мы встретились в военном госпитале под Парижем с пилотом МИГа к Вочерам. Разберемся. И думаю, выясним причину. Причиной аварии оказалось попадание птицы в двигатель самолета. Мы продемонстрировали не только высокоманевренные лучшие в мире истребители, но мы продемонстрировали такие средства спасения, которых ни у кого как не было, так и нет. Катастрофы советских самолетов на авиашоу участились. Всякий раз пилотам удавалось катапультироваться. Но осенью 90-го в Италии разбился летчик-испытатель Римас Станхевичус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подготовка первого салона не обошлась без происшествий. На тренировке упал Як-31. Но пилоту удалось спастись. Больше за все 15 лет проведения авиасалона не случилось ни одного происшествия. Первые салоны скорее напоминали авиационные шоу. Однако крупнейшая в мире взлетно-посадочная полоса привлекла лучшие пилотажные группы. И уже через три года мировое авиационное сообщество признало московский аэрокосмический салон «МАКС». Сегодня ведущие авиакосмические фирмы спешат развернуть на «МАКСе» экспозиции. Продемонстрировать авиационные новинки. Уже не за границей, а в Жуковском проходят премьеры новейших моделей. МиГ-29 ОВТ был презентован на «МАКС-2005». МАКС, надо сказать, от выставки к выставке набирает обороты, увеличивается количество участников. Это демонстрация достижений. Это место, где за очень короткий промежуток времени можно провести большое количество встреч, переговоров. И не только с потенциальными заказчиками, но и с потенциальными партнерами, и российскими, и зарубежными. Именно с «МАКСа» начался новый взлет крупных авиастроительных предприятий. Благодаря выставке нас мир узнал. Ведь когда мы входили в международный рынок, это начало 90-х годов, нас никто там не ждал и не знал. А сегодня мы и Казанский завод еле успеваем, чтобы обеспечить как внутренний рынок, так и экспортный рынок. Сложилась добрая традиция. «МАКС» открывает президент России. «Открытие очередного международного авиационного салона, организатором которого в течение 15 лет является наша страна, является Россия. Событие для нас в высшей степени знаменательное. Перед Россией стоит задача сохранения лидерства в производстве боевой, военной авиационной техники». Жуковский расположен недалеко от Москвы, с ее давними традициями организации международных выставок. Поэтому полной неожиданностью стала следующая международная выставка в ранее закрытом для иностранцев городе Омске. «Мы же даже взрослые люди, пожилые люди, мы все равно дети, нам все равно хочется увидеть что-то такое. Ну, это как бы такая личностная сторона вопроса. А выставка – это очень важный инструмент позиционирования региона не только на российском пространстве, но и за пределами России. Это очень важно». При советской власти 80% Омска работала на обороне. Экономический кризис в одночасье лишил доходов миллионный город. «А это сразу поставило проблему, а что делать с людьми? Всех на рынок не поставишь. Народ ведь тоже стал предъявлять, ну ладно, обороны, страна прекратила заказывать, а вы, местная власть, что делаете? Чем занять людей?» Была разработана программа возрождения промышленности, одним из главных пунктов которой стала организация международной выставки вооружений. «Сколько сторонников, к сожалению, столько и противников в этом мероприятии. Они есть в Москве, они есть в регионах, они есть, конечно, наверное, и в Омске. Но, понимаете, есть цель, есть задача. Цели здесь ведь очень простые, мы определяем. Первое, конечно, поддержать предприятие военно-промышленной комплексы». Организаторам даже пришлось оказать на руководство предприятий жесткое давление. И на первой выставке был представлен весь спектр продукции оборонных предприятий области. Вопрос международного представительства определяет статус любой выставки. Однако посетить первую Омскую выставку согласились лишь представители нескольких зарубежных фирм. Формально военные атташе иностранных посольств высказывали свою заинтересованность. Однако посетить, как они говорили, медвежий угол России никто не захотел. Тогда организаторы выставки пошли на нетривиальный ход. Специальным авиарейсом из Москвы в Омск они доставили 25 военных атташе. Успех выставки превзошел все ожидания. На следующий год уже 40 военных атташе сами прилетели в Омск. Интригой первой выставки ВДТВ-96 стало соревнование танков.